Доброго времени суток, люди добрые. Вы на канале Ирина Пауэр, Дальний Бой со мной. Мы с вами находимся в штате Айвы. На зоне отдыха. Можете брать карту Айвы, если вам надо, если вы путешествуете. Купить себе, покушать. Да и так просто. Сегодня такой видосик будет немножко другой, не такой, как обычно. Кофе купить можно. Снеки. Замечательное утро сегодня. В Айвы вчера было где-то 15-16. По Цельсию. Друзья, я помню, что когда-то давным-давно люди писали чернилами, да? И вот они... Вот эта штука, как она называется? Здесь написано «Айва». И вот так вот здание это выглядит снаружи. Красивое такое. И такой восхищенный восход солнышка. Вот эта штука, как она называется? Если кто-то знает, а я уверена, подскажите мне, пожалуйста. Обалденный восход, да? Супер. Флаги закрутило ветром. Так что, друзья, я начинаю свой вторник. У вас он уже проходит. У меня только начало. Идем к моей махине сейчас. Потому что я уже выезжаю в рейс. Я уже сделала обзорчик. Сейчас ходила умылась. Зубы почистила завтрак. У меня был в машине, потому что я остановилась на зоне отдыха, не на тракт-стапе. Я люблю часто останавливаться на зоне отдыха. По простой причине, что здесь спокойней. Спокойней. Нету шума большого. Тракты обычно с этой стороны, маленькие машины с этой. Как вы видите. Трасса уже шумит. Но в машине у меня достаточно тихо. Я не слышу шума трассы. Я, видите, стою задом. Получается, мой трейлер, он закрывает. У меня в машине очень хорошая шумоизоляция. Так что... Вот как-то так. Я не буду делать обзор, потому что я уже его делала. Для новых подписчиков. Вот так вот выглядит моя махина. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим. Мы с вами внутри машины. Вот так вот на переднем сиденье у меня яблоки. Все, короче, извините за бордель, но я так накидала, все вчера накидала. Такой у меня обзорчик. Здесь у меня система, по которой я езжу. Посмотрим, сколько мне дало на сегодня часов. Вот. 11 часов езды. 13.34 на рабочий. И 59 часов и 07 минут на недельку. И 8 часов мне до перерыва. То есть 30 минут перерыва мне нужно будет брать. У меня в машине, естественно, есть микровейка, холодильник, кофеварочка, постель достаточно огромная. У меня много... Здесь полочка есть, много всяких шкафчиков, масчиков для одежды, для всякой всячины. Я уже своим подписчикам, которые уже со мной давно, они видели мой стиль жизни на дороге, да. Ну, кому интересно, что у меня в холодильнике, там уже вряд ли что вы что посмотрите, да. Но он забит всем, всякой всячиной, да. То есть у меня всякие штучки. Кофе, молочко, водичка, джемы. Даже вермишель я варила с мясом. Там даже есть роллы вот эти, как вы называете, их на суше называются. Виноградик, ну там еще всякое-всячина. Так что, друзья, житуха на дороге у меня ничего. Жить можно. Вот это моя ложа. Ложе, ложа. Сейчас мы включим света здесь, чтобы посветлее было. Контроль у меня здесь, не надо, чтобы машина работала. Холод, жара. Все здесь сделано так. Книжка для телефона поставить, если ты смотришь YouTube. Тоже это сделано. Света предостаточно. Шторы. У меня закрываются шторы в окнах полностью. Вот так вот. Все закрывается для личного пространства. Так что, друзья, для жизни на дороге у меня все есть. Спасибо, что вы со мной прошлись. Я к вам вернусь. Всем добра и мира. Субтитры сделал DimaTorzok